Итак, здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Наумова Татьяна. Я хранитель фонда археологии Государственного заповедника, музей-заповедника Куликова Поля. Ну и я в своей лекции открываю наш ежегодный цикл историко-археологических лекций. Моя лекция посвящена юбилейной дате, 140-летию первых научных археологических роскопов в Тульском крае. Этот сюжет связан с одной стороны с его героем Иваном Севеновичем Убаляковым, а с другой стороны с одним из интересных и значимых памятников Тульского края Турковским городищем, расположенным совсем недалеко от Тула. Ну, в начале небольшая предыстория. Вторая половина XIX века в истории в общем российской археологии заменовалась тем, что было значительно активизировано изучение памятников археологии России представителями различных научных организаций и обществ. И с другой стороны, этот период характеризовался активным накоплением материалов по археологии каменного века, что было связано с быстрым ростом естественно-научных знаний, распространением в России дарвинизма и с повышением интереса к проблеме происхождения человека. Одним из таких исследователей, не побоюсь сказать, общероссийского масштаба того времени, был известный ученый, археолог, натуралист Иван Семенович Поляков. У него очень интересная судьба. Он был сыном бедного забайкальского казака и бурятки, выпускником Иркутского училища военных писаний. Благодаря своему таланту, работоспособности и большому желанию поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. По его окончании Иван Семенович Поляков в 1875 году был назначен хранителем зоологического музея при Академии наук. В 1870-х годах он организует большое количество научных экспедиций по проблемам каменного века, которые проводил в Сибири, на Урале, на Кавказе и на Росской Равне. Эти экспедиции ознаменовались крупными открытиями в области палеолида и других археологических эпох. В 1879 году в Москве, в Манеже, была открыта антропологическая выставка, организованная Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. Одной из целей этой выставки было познакомить посетителей с большим разделом древности каменного века. И с археологическими материалами, которые к тому моменту были известны и исследованы в России, и даже там были представлены коллекции с рубежа. И вот на выставке особое внимание Ивана Семеновича Полякова привлекла коллекция каменных орудий тульского помещика и историка-любителя Степана Степановича Стрекалова, собранная в Тульском крае. На тот период это была очень представительная коллекция, состоящая из 153 предметов. Вы можете видеть на слайде, что там в основном она состояла из хорошо обработанных изделий кремниевых, топоров, тесен, наконечников, стрел, копий. И она действительно имела очень большой резонанс. Одновременно с этим Иван Семенович Поляков планировал поездку к поручению Академии наук в Воронеж для исследования стоянки каменного века, даже стоянок каменного века вблизи села Костенки Воронежской губернии. Но если вы немножко знакомы с археологией, то это вообще открытие мирового масштаба. Вот этот вот сейчас комплекс этих стоянок эпохи Палеолита, который называется теперь уже Костенковско-Боршевский регион, и сейчас там существует музей-заповедник Костенки. Вот, это целый комплекс палеолитических стоянок. И Поляков не случайно отправился туда, он считался очень крупным специалистом в области каменного века. Итоги этой экспедиции были им представлены в форме доклада и опубликованы в трудах Академии наук. А вот, увидев коллекцию Стрекалова из Тульской губернии, Иван Семенович Поляков решил заехать в Тульскую губернию для того, чтобы осмотреть места сбора этих орудий. И попробовать найти новые артефакты и исследовать вообще эту территорию. Вот, что он писал по поводу коллекции Стрекалова. Он говорил, что на основании этих орудий можно было думать, что в Тульской губернии обитали некогда люди, хорошо умевшие как обивать кремень, так и шлифовать его. И для преподавления необходимых домашних принадлежностей и для всего прочего. Поскольку о самой коллекции было мало сведений, он решил собрать их на месте. 4 июня 1879 года ученый поздней ночью прибыл в село Умнево и остановился там. И следующие дни он посвятил изучению окрестностей. Он ходил по деревням, по местам сбора этих предметов коллекции Стрекалова. И разговаривал с местными жителями и осматривал пахотные поля. На самом деле, когда он ходил по полям, он нашел, в принципе, не так много орудий. И казалось бы, что откуда же такое многообразие более ста орудий. Но, когда он стал расспрашивать местных жителей, оказалось, что чуть ли не каждая семья крестьянская в этих деревнях обладает по большей мере крупными коллекциями кремниевых изделий, которые годами собирались на башнях в окрестностях этих деревень. Поляков писал, что количество каменных орудий оказалось так велико, что можно было составить из них порядочный музейчик. Ему удалось купить у местных жителей два наконечника, как я, которые он включил в свою публикацию. В отчете о своей поездке ученый отмечал, что у крестьян в разных деревнях, как оказалось, каменные орудия распространены весьма сильно. Нет деревни, в которой не было бы таких коллекций. Владительницами орудий являются преимущественно старухи, для которых эти орудия составляют одно из могущественнейших лекарственных средств. Поведенную веру в лекарственную силу каменных орудий нигде не достигает такой степени, как в Тульской губернии. Во многих из вышеназванных деревень я встречал старух, владеющих иногда стрелками штук по 10 и более. У старух, славящихся наиболее своим кудесническим искусством, всякая стрелка имеет свое название по именам святых или присоединяется название «Спаситель» к стрелке, помогающей от всех недугов. Христианки чрезвычайно дорожат громовыми стрелами, лучшие из которых добыты, по-видимому, весьма давно и переходят по наследству из рода в род, причем иногда служат даже предметом ожесточенного спора между наследницами. В процессе своих экскурсий по окрестностям деревень Иван Семенович Поляков, ну, можно сказать, обнаружил как раз памятник, который имеет к Лепти непосредственное отношение. Это городище и его округа, вошедшее в историю как Торховское городище близ деревни Торхова. Этот памятник был известен тульским краеведам, но он не исследовался. В частности, в работе Ивана Петровича Сахарова о памятниках Тульской губернии он упоминается. На мусу, где располагалось городище, внимание Полякова привлекло большое количество кремниевых осколков. И он решил обследовать это место более подробно. Многие из кремниевых артефактов имели явные следы обработки. И причем, вот как раз, посмотрите, пожалуйста. Это одни из первых фотографий городища. Это 30-е годы. И это одно из единственно сохранившихся, как бы, самых ранних фотографий городища, которые пока удалось на этот момент найти. Ну, смотрите сами. Это 60 лет со временем исследований, как бы, вот как выглядела памятник, 60 лет, спустя 60 лет со дня исследований Полякова. Итак, значит, Поляков решил заложить на городище Роскопов. Предварительно он достаточно подробно описал сам памятник, описал топографию, земляные укрепления, размеры городища. Ну, вот со стороны Тулицы Ныс образует весьма крутой обрыв. Скат к ручью был первоначально не очень крут и поэтому искусственно возвышен. Примерно в 70 саженных от начала мыса проведен ров, соединяющий реку с ручьем. Мыс, ограниченный с трех сторон крутыми скатами, представляет площадь треугольника, постепенно повышающуюся от начала в глубь материка. Один насыпной вал идет по самой окраине треугольника, второй внутренний вал более возвышен. Одним словом, здесь мы видим укрепление или городок, который был направлен на защиту от неприятеля. Автор привел, не только описал памятник, но и привел многочисленные аналогии, известные примерами у городищ, верховьях Волки, Сибири, на Урале и на Кавказе. Так, в центре Поляков заложил Роскоп, представляющий собой крестообразную траншею, в центре площадки. Культурный слой был сложен черноземом. В нем были обнаружены множество каменных орудий, костей домашних животных и диких. В частности, он упоминает большое количество костей дикого кабана. А также зафиксированы остатки жилья, объект, так называемый археологический, в виде пережженной глины и пепла, который занимал площадь где-то в саже. Исследователь отметил, что обитатели городища знали железо, так как в нижней части культурного слоя был найден железный стержень с расширением, напоминающим вес для толчения и растирки различных веществ. Узнав от местных жителей, что за валами городища был попуст с церковью, он отправился исследовать это место и, значит, в месте скопления крупных камней заложил еще одну, еще один поисковый раскоп, напомнился на следы могильника. Несколько разрушенных погребений, нашел, исследовал несколько разрушенных погребений, взрослых и одно детское. Среди костей было найдено два железных ножа, что ясно указывало, по мнению следователя, что позднейшие жители городка относились уже к железному веку. Попытки соотнести находки кремниевых изделий с одной стороны и результаты раскопок и находки уже железных изделий на городище и могильнике, привели исследователи к выводу, что, вероятнее всего, жизнь на памятнике продолжалась достаточно долго и происходила в различные исторические периоды. Наличие большого количества обработанных камней, встреченных в жилищах обитателей городища, значительно приближают их к жителям каменного века. А может быть, это строители крепости сменили тех обитателей каменного века, которые оставили здесь в окрестностях хорошо обделанные наконечники копий, стрел и шлифованные топоры из крема. Ученый также попытался исследовать между городищем и деревней Тулицы пещеру в обрыве левого берега, как он описывает, как раз напротив мельницы, которую ему показали крестьяне. Однако из-за особи берега даже при помощи самих крестьян в пещеру проникнуть не удалось. В окрестностях городища он обнаружил курган единичный, но, к сожалению, основная цель поездки в Воронежская губерния была, и поэтому он решил не раскапывать этот памятник, а продолжил свое путешествие к месту основного назначения. Итогом поездки и раскопок Ивана Семеновича Полякова в Тульскую губернию имелось большое значение как в плане изучения мест сбора стрекаловской коллекции и поиска местонахождений каменного века, так и в плане изучения бытования кремниевых орудий среди крестьянского населения. В истории тульской археологии Поляков вошел как автор одних из первых научных полевых исследований в регионе, и самое главное, он ввел итоги вот этих своих исследований в научный оборот, опубликовал в изданиях того времени, что позволило другим исследователям познакомиться с ними. В дальнейшем Турховское городище не раз становилось объектом изучения археологических исследований. В 1903 году в основном и благодаря публикации именно Полякова известный археолог Спицын описал Турховское городище в своей монографической работе «Городище дикого типа». В 1930-е годы здесь проводили разведочные, правда, не раскопки, а разведочные исследования тульские археологи Михаил Андреевич Дружинин и Георгий Алексеевич Даре. В 1953 году разведочные исследования на памятнике проводила тоже известный археолог, сотрудник ГИМа Софья Андреевна Изюнова. Но самые масштабные исследования в этом районе были развернуты лишь в 90-е годы. Они проводились под руководством Владимира Петровича Гориценко, были проведены раскопки городища, обследован посад памятника. Под руководством Владимира Петровича Гориценко и Олега Неизбеговича Заридова был исследован Турховский могильник. Сейчас я как раз... Вот перед вами слайд, который показывает фотографии 90-х годов, и справа вы видите разрез вала на городище. А это как раз исследование могильника и посада. И в конце 90-х годов исследование здесь проводил археолог Александр Вадимович Григорьев, который в основном исследовал посад и остатки третьего железоделанного городищенского завода 17-18 века. В настоящее время археологический комплекс у деревни Турхова включает около 10 разновременных археологических объектов. Самые ранние культурные напластования этого комплекса донтированы эпохой неолита бронзы. Здесь есть слои раннего железного века, связанные с культурами УПА-2 и Новых Веменого. Это начало первых века нашей эры. Мощинские культуры – это первая половина первого тысячелетия нашей эры. Самые поздние слои связаны с существованием, как я уже говорила, первых в России железоделанных заводов Дьяка Андрея Лениуса 17-го, начала 18-го века. Ну и, наконец, городское поселение второй половины 13-го века, первой половины 16-го века интерпретируется как место первоначального расположения средневековой Турлы. Благодаря многолетним археологическим исследованиям Торховского археологического комплекса в настоящее время музей-заповедник располагает солидным археологическим собранием древностей с этого места. Это всего лишь, можно сказать, 1% от того, что хранится в наших фондах. Собрание археологическое включает более 20 отдельных коллекций, собранные в разные годы на этом месте, и содержит более 3000 предметов. Это разнообразные бытовые изделия, предметы вооружения и снаряжения, монеты, нательные кресты, женские украшения, глиняные посуды и ее фрагменты. В общем, связанные с этой действительно многолетней историей бытования самого памятника. Предметы этих коллекций активно используются в научной работе, являются экспонатами действующих экспозиций и выставек. Если вы посещали наши экспозиции, выставки, прежде всего сейчас это Новый комплекс Махового. Там, кстати, самое большое количество находок как раз сейчас там экспонируется. И ежегодные выставки, как бы, мы вот, если мы используем эти предметы, потому что они действительно обладают большим, не только научным, но и экспозиционно-выставочным потенциалом. Ну и что я могу сказать еще? Хотя сам сюжет, и еще раз повторюсь, как бы вернусь к началу лекции, посвящен первым научным археологическим раскопкам. 140 лет назад, 1879 год, они были небольшими, не такими масштабными, но это были действительно растопки, которые проводились специалистам, которые были введены в научный оборот и потом использовались позднейшими исследователями. Ну, а можно сказать, что археологическая история, как бы, история исследований Торховского комплекса, естественно, не закончена. Я уверена, что мы будем, как бы, свидетелями и, возможно, непосредственными участниками новых исследований, потому что комплекс таит еще в себе очень много тайны и открытий. Ну и, как бы, можно будет об этом узнать, приобщиться. Вот, в этом, наверное, основной, как бы, может быть, и смысл археологии. История продолжается, и история. Ну вот у меня все.